Вторая по сложности подработка Шухуа. В этом ресторане все гости и официанты-экстраверты. И к тому же все отлично танцуют. Шухуа просто не могла проиграть им. Интроверту Шу было нелегко, хотя было весело. Твой папа тоже танцует? Да он танцевальная машина! Я могу! Я могу сделать это даже сейчас. Покажите, пожалуйста. Что происходит в Аутбеке? Здесь не только официанты-экстраверты, но и гости тоже. Здравствуйте! Что бы вы хотели? Нам сет для парочек в Black Label. Да, вы пара? День рождения у жены. День рождения! Какой подарок вы подарили? Одежду, и я приготовил ей завтрак. Завтрак? Только сегодня? Слишком много экстравертов, я истощена. Я не ем грибы. Но я могу съесть один. Серьезно, если я это ради шоу, то я и какашку могу съесть. Это вкусно, если съесть его сырым. Самое трудное решение в карьере шеф-повара СО. Я смогу это съесть. Честно, я и какашку съем ради этого шоу. Деревенская кухня шеф-повара СО. Глубоко в горах. Где это? Я слышала, что они растут в таких местах. Это какашка. Не подходит. Что ты вообще ищешь? Сегодня я... Думаю, это полынь. Ты уверена? Сегодня я собираюсь приготовить молотан. Поэтому есть ингредиенты для молотана. Например, такие ингредиенты, как грибы, обычно растут между деревьями. Древесное ухо и сосновый гриб дорого стоят. Было бы дешевле найти самой. Но это... Непросто. Это место немного... Все потому, что оно близко к Сеулу. Грибов не так много. Совет шеф-повара СО. Чем дальше от Сеула, тем больше грибов. Я нашла какие-то грибы. Грибную ферму нашла? Думаю, грибы там. Это все из-за этой фермы. Вот почему здесь ничего нет. Неудивительно, что я их не нашла. Привет. Пока. Почему убегаешь? Я хороший человек. Что это у тебя с зонтиком? Тебе нравится фиолетовый? Мне нравится Куроми. Куроми нравится. И подруга Куроми. Правда, что ли? Ты мне не веришь? Хорошо. А ты знаешь, где здесь грибы? Ты знаешь? Так вы эксперты по грибам. Мама! Она будущая владелец этой фермы. Она здесь? Здравствуйте. 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 Я собираюсь приготовить молотан. Для этого мне нужны грибы. Хочешь выбрать самостоятельно? А я могу? Да. Попробуешь? С удовольствием. Для начала я дам тебе перчатки. Перчатки? Хорошо. Это же тот самый гриб. Трубчатый гриб. Трубчатый гриб? На самом деле... Это белая вешенка. Белая вешенка. Белая. Белая вешенка? Да, да, да. Вот как называется. Она подойдет для молотана. Да. Люди же такие не едят. Этот сорт? Нет, он довольно популярный. Он полезен при усталости. Вообще-то я сегодня очень усталая. Хорошо, выбери те, которые нравятся. Тогда я просто возьму их. Я хорошо справилась. Замечательно справилась. Это же хороший гриб. Да, ты выбрала отличный. Точно. Я заметила, что он очень белый, без каких-либо темных пятен. И на ощупь, по ощущениям, они как чистая кожа. Как попа. Очень упругие. Это гриб, который мы искали. Следующая цель. На этот раз... Ух ты! Вы их выращиваете? Да, выращиваем. Они вроде как называются... Косулина задница. Ты права. Ты когда-нибудь видела косулю? Конечно. Да. Внезапное фото косулиных поп. Это не водяной олень? Нет, косуля. Да, точно, ребят, смотрите. Похоже на задницу косули. Они прям идентичны. И там, и там попа косули. Точно. Эти грибы, правда, трудно выращивать. Я выращивала их дома. И они погибли. Грибы попа косули очень вкусные и в сором виде. Ты хочешь попробовать? Да. Итак, возьми его и раздели по волокнам. По волокнам? Просто раздели на волокна. Вот оно. С кунжутным маслом очень вкусно. Попробуй. Он не слишком сырой? Все в порядке. Этот гриб можно есть сырым. Ничего не случится. Правда? Какой он на вкус? Попробуй. Я смогу это съесть. Их не нужно промывать, когда используешь для приготовления пищи. Если их помыть... Он размокнет. Вот как? Мы этого не хотим. Удачи. Нет, мне нравится. Я люблю натуральные ингредиенты. Да, да. Мне очень нравится. Но это слишком натурально. Все в порядке. Лучше есть его тонкими ломтиками. Да, мне тоже так больше нравится. Так, медленно. Но это ее первый кусок. Внутри. Проглотила. Это вкусно. Ты вообще жевала? Я не очень люблю жевать. Но эти грибы такие мягкие. Он просто растаял у меня во рту. Верно. Хочешь еще? Да, спасибо большое. Это было прекрасно. Пойдем еще возьмем грибы. У вас еще есть? Да, у нас их пять разных видов. Зачем вам столько грибов? Пять видов? Будущие владельцы вернулись. Привет. Вы любите грибы? Не любишь? Ты не любишь грибы? Они не нравятся тебе? Проходи за мной. Мне тоже. Мне тоже. Дай пять. Дай пять. Эти тоже едят сырыми? Нет. Слава богу. Тогда я выберу большой. Вот так. Эти похожи на букет. Эти я сама разрежу. Я никогда не думала, что найду столько грибов. Это последнее. Королевская вишенка! Угадала ли она в этот раз? Этот гриб называется сантари. Сантари гриб. Люди называют его мясным грибом. Это точно не королевская вишенка? На вкус как мясо. Да, мы жарим его со свиной грудкой. Да, ты права. Это же тот самый гриб. Людям больше всего нравится мясный гриб. Но они совсем не похожи на мясо. Верно, не похожи. Вы правда верите, что гриб может быть по вкусу, как мясо? Текстура. Похожа. Похожа. Как у мяса. А вы пробовали эти грибы? Они правда на вкус, как мясо? Нет. Ты же его не пробовала. Нет, пробовала. Это... Я их собирала, когда помогала маме. Нам нужно это проверить. Кто, черт возьми, назвал его мясным грибом? Что еще есть на грибной ферме? Это что, грибная школа? Что это? С ума сойти! Смотрите. Офигеть, что это? Они, они, они в Корее бывают? Как это возможно? Он отложил яйцо. Это же самец. Я вижу яйцо. Офигеть. Ты бы поджарил это яйцо. Он в ярости. Что происходит? Что? Да что? Они злятся? Думаю, они расстроились из-за меня. Пора нам валить отсюда. Пока. Живите долго. Сбор грибов завершен. Здравствуйте. Что происходит? Да, просто... Я шеф-повар СО. Когда я впервые попробовала молотан, мне не очень понравилось. Думаю, местные жители сначала подумают, что это. Но на следующий день нужно перебраться к ресторану с молотаном. Вот что они скажут. Вернулась в ратушу. Здравствуйте. Прошлый раз... Вы меня помните? Да. Жареная курочка. Верно. Я бы хотела приготовить для вас еду в доме с синей крышей. Пожалуйста, приходите в пять вечера. Хорошо. Увидимся. Увидимся. Насколько же они будут шокированы сегодня? Я вам пока... пока покажу. Боже, не могу нормально говорить. Ты выглядишь очень решительно. Одним движением руки все будет нарезано. Умелое нарезание воздуха. Так как сегодня я обслуживаю пожилых людей, я подготовила полезные ингредиенты для молотана. Ну что, начнем? Обязательные ингредиенты для молотана. Пекинская капуста, бокчу, один вид грибов. Один? Сначала добавьте масло. Приготовьте масло из зеленого лука. Почему зеленого лука? Хорошо, я так и сделаю. Я предпочитаю нарезать овощи толстыми ломтиками. Тогда их будет легко достать. Еще есть совет по нарезке. Трудно нарезать вот так. Вот так, вот так, взад-вперед. Не понимаю, почему люди едят зеленый лук. Существует так много вкусных блюд. Вам правда нужно есть зеленый лук? Который час я успею приготовить к пяти? Как долго будешь готовить? Это легко. Нужно приготовить масло и вскипятить ингредиенты. Нарезать около часа? Сделать за два? Она уверена в своих навыках. Пытается разжечь огонь. Я поджарю зеленый лук. Это важный ингредиент. Это был перфоменс. Уже шкварчит. Он жарится. Чеснок. В видео они добавляли одну лопатку. Примерно столько. Думаю, я все могу добавить. Побольше. А теперь очень важный соус. Мало. Сильный запах специй. Оператору тоже досталось. У меня для вас есть еще один совет. Если будете готовить казани, нагреваться будет намного сильнее, чем на обычной сковородке. Вот поэтому еда будет оставаться более теплой. Сойон советует использовать котел. Суп готов после добавления костного бульона. Что это такое? Для чего это вообще? Это мерная ложка. Я буду ее использовать как ложку для дегустации. Осторожно пробует бульон. Ну как? Безумие. Это молотан. Уже вкусно. Но я думаю, будет еще вкуснее, если я добавлю вот это. Я сделаю как хочу и добавлю немного сахара. В корейской кухне много сахара. Добавляет столько, сколько хочет. Все, что мы видим, это загадочный туман. Стало ли вкуснее с сахаром? Попробуйте. Вкусно же. Но вкус как молотан. Верно. Это молотан. Хорошо. Теперь пекинская капуста. Кто есть эту часть? Не думаю, что эта часть вкусная. Я думаю, мне нужно найти помощника. Потому что я готовлю, еще и мыть надо. У меня слишком много работы. Кто-то, кто готовит уже давно и хочет испытать, как работать под руководством. Если хотите, вернуться к основам. Хорошо, если моим помощником будет шоу-повар Лиен Бок. Думаю, ему будет полезно побыть помощником, так как он уже давно работает. Наконец-то, коробочка готова. Получилось много. Ростки фасоли. Тщательно промываем ростки. Готовим к подаче. А грибы... Не то, чтобы я их не мыла. Их, в принципе, не нужно мыть. Но думаю, моя мама это не знает. Потому что она всегда их мыла. Не слишком ли много грибов для молотана? Вы обычно столько их едите? Молотане. Должна ли их разрезать? Слишком много шапок. А насчет поп-косули... У косуль хорошая выносливость. Так как они много прыгают. Поэтому, думаю, спортсменам полезно это есть. Помните этих девочек? Увидев их, я поняла, что грибы выращиваются с большой любовью. Потому что они даже не едят эти грибы. Как можно это есть, если оно тебе нравится? Я вообще не добавляю грибы в свой молотан. Я ем молотан, как токпоки. Но сегодня я добавлю. Честно говоря, ради этого шоу я и какашку могу съесть. Это опасно говорить. Сегодня я хочу научить людей готовить соус для макания. Этот соус намного гуще обычного соуса. Добавьте немного воды для нужной консистенции. Потрясающе! Вот так. Добавьте столько же чеснока. Сахар побольше. Мы только что добавили сладость. Теперь нужно добавить что-то соленое. Так становится намного вкуснее. Вот столько. Кунжутное масло. С кунжутным маслом все становится безумно вкусным. Масло чили. Совсем немного. Только для цвета. Готово. И напоследок добавляем арахис. Как только добавим, соус готов. Если его есть, то можно набрать вес, потому что с ним вы съедите много молотана. Я сейчас накрою на стол. Я столько всего принесла. Невозможно не заметить милую неуклюжесть Сойон. Я положу лапшу обратно сюда. Нужно положить овощи так, чтобы их могли достать большое количество людей. Потому что овощи невкусные. Это очень похоже на ресторан молотан. Накрывает столы. Также настраивает переносные горелки для варки супа. Все сработает. Поскольку я добавила немного воды, я не буду кипятить его там. Я приготовлю все здесь и подам. Это было слишком легко. Готово. Надеюсь, им понравится. Клиенты пришли, как только она открылась. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать в ресторан молотан, шеф-повар Асо. Скажите, какие ингредиенты вы хотите съесть? Я приготовлю их и принесу вам. Что вы хотите? Овощи. Овощи. Тофу. Тофу. Жареный тофу. Гриб. Немного мяса. Мясо. Один. Один-один. Понемногу. Это все лапша. Да, я знаю. Знаете китайскую стеклянную лапшу? Конечно, знаю. Правда? Это вкусно. Верно. Положи побольше. Я много положу. Немного. А, немного? Достаточно вот столько. Тогда я приготовлю это для вас. Вам нравится острая пища? Для нашего возраста еда не может быть слишком острой. Не любите острое? Когда были моложе, то справлялись с острой едой. Тогда я приготовлю с разной степенью остроты. Так и сделаю. Вам понравилась прошлый раз жареная курица? Да, мы ели до отвала. Правда? Через два дня маленькая девочка захотела еще. Малышка хотела больше. Больше меня? Нет, курицы. Курицы. Значит, она по мне не скучала? Здравствуйте. Это сельская глава. Шабу-шабу? Верно, разновидность шабу-шабу. Вы когда-нибудь пробовали, молотан? Да, пробовала раньше. Где вы пробовали? На острове мало. Я никогда не пробовала. Правда? Я приготовлю очень вкусно и подам вам. Она готовит щедрые порции. Однако, варенье занимает много времени. Стревожено. Ждут свой молотан. Когда он приготовится? Посмотрим на клиентов. Огонь слишком слабый. Пожалуйста, кипятись быстрее. А вот и новый клиент. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Заходите! Это ресторан шеф-повар Асо. Я никогда не пробовала, молотан. Правда? Это она, Квинка? Квинка? Вы знаете Квинка? Знаете? Он твой фанат. Наконец-то! Мне спеть? Не может перестать улыбаться. Вы правда знаете меня? Я слышала это раньше. Это было на открытом концерте. Спасибо большое, божечки. Молотан наконец-то готов. Выглядит неплохо. А вот и первая тарелка. Приятного аппетита. Спасибо тебе. Это самый острый. Работа не прекращается. Сейчас я занята, потому что пришли клиенты. Это ореховый соус. Я его сама приготовила. Будет вкуснее, если окунать в него. Понравилось ли клиентам блюдо? Вроде как едят с удовольствием. Вкусно? Это правда вкусно? Вкусно? Это не идет ни в какое сравнение. У тебя самое лучшее. У меня вкуснее, чем в ресторане? Я сделала это. Намного вкуснее. Он пряный и приятный. Мы ели его в Чанжензе. В Китае. Вы в Китае его пробовали? Но это вкуснее? Да. Я знала, что я добьюсь успеха. Но я не ожидала, что буду такой крутой с самого начала. Можете честно сказать, чего не хватает? Всего хватает. Продолжают осыпать ее похвалами. Все отлично. Правда вкусно? Этот соус тоже вкусный. И соус тоже. Правда? Он не слишком сладкий. Вкусно. Я была поражена всего одним словом. Вкусно. Это так порадовало меня. Похоже, это мое призвание. Хозяйка, она еще хочет. Соусом еще вкуснее. Вот добавка. Мы останемся здесь и на ночь. Вот и вам добавка. Мы продолжаем есть, потому что это так вкусно. Не жаль, что мы едим одни. У нас есть алкоголь. Все в порядке. Возьмите еще одну. Еда такая вкусная. Можно попробовать? Да. Какого же на вкус? Я попробую. Нам нужно продавать это. Конечно, ты бы могла продавать это. Это стоит того. Думаете, это будет хит? Я так не могу. Мне следует закончить карьеру певицы. И переключиться на готовку. Насколько ты оцениваешь свой молотан сегодня? Мой молотан? Его нужно оценивать? Вы же сами все слышали. Дело 109 из 100. Почему не 100? Честно говоря, я думаю, что 100. Но я хочу быть скромной, поэтому сняла один балл. Я ухожу. Берегите себя, мэм. Спасибо за прекрасный ужин. Конечно, всего доброго. Еще увидимся. Могу сказать одно. Отношение ко мне очень поменялось. В лучшую сторону. Ощущение, будто мне больше доверяют. Настоящие повара общаются со своей готовкой. Я чувствую, что я правда хорошо. Молотан, сказали, что вкуснее, чем в ресторане. Им понравилось, что оно острое. Исправлять было нечего. Я могу успешно его продавать. Срочное уведомление. Тебе нужна дополнительная помощь? Честно говоря, мне определенно нужна помощь. Шеф-повар СО ищет помощника. Неважно, хорошо вы готовите или плохо. Все, что вам нужно, это страсть. Если вы готовите уже давно и хотите вернуться к основам, или вы только начали готовить и хотите научиться у меня. Независимо от вашего уровня, мы рады всем. А еще, если вы хотите что-то прорекламировать, мы вас примем. Я спою вашу песню прямо здесь. А еще, вы можете использовать эту возможность, чтобы подружиться со мной. Мы будем рады вас видеть. Мы всех вас очень ждем. Приходите и научитесь готовить вкусную еду. Также тут живут очень хорошие люди. Приходите и получите массу положительной энергии. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Впервые вижу, как звезда набирает гостей. Нам правда нужны сотрудники.